Всем привет! А вот и продолжение перевода приложений SCP-1730, что случилось в зоне 13. Ссылки на предыдущие части и на сам объект есть в описании. Приложение 1730.9. Стенограмма эвакуации. Расшифровка видеозаписи эвакуации. Дата. Команда эвакуации. МОК ТАУ-5 Самсара. Исследовательская группа. МОК АПОЛО-3 Стражей Игры. Исследовательская группа. МОК З-9 Кратокрыса. Объект SCP-1730. Командир. Т-9 Ранту. З-9 Холлес. АП-3 Рос. Члены команд. Т-5 Мюндру. Т-5 Онру. Т-5 Нанку. АП-3 Хьюстон. АП-3 Вига. АП-3 Ахала. З-9 Морос. З-9 Вилло. Замечание. Этот документ это стенограмма аудио и видео, полученных во время миссии эвакуации, проведенные членами МОК ТАУ-5 Самсара, после того, как они установили контакт с МОК АПОЛО-3 и МОК З-9. Кроме членов этих МОК, перед группой стояла задача эвакуировать 27 выживших из числа персонала Зоны-13, в том числе доктора Мухаммеда Скотта, помощника директора временных исследований Зоны-13. Некоторые из этих людей получили серьезные раны, что затруднило задачу эвакуации. Члены МОК Альфа-20, святые дайверы, заняли позиции наверху и были готовы выдвинуться вниз, чтобы помочь ходу операции после того, как эвакуационная группа покинет нижние этажи. Начало записи. Т-5 Иранту. Микрофоны включены. АПО-3 ВИГО. Нам действительно так надо все записывать? АПО-3 РОС. Эй, ВИГО, ты заткнись и делай, что говорят. З-9 Холлес. Веди нас, могучий рейнджер. Т-5 Иранту. Спасибо. ОНРУ есть план эвакуации, пусть она расскажет о нем. Т-5 ОНРУ. Наши проложенные маршруты теперь бесполезны, так как идут мимо сущностей из серверной и той, что в Атриуме. После разговора с доктором Скоттом и его командой, мы разработали маршрут, который проходит вдали от всех угроз. К сожалению, наша информация об угрозах не полна. Даже доктор Скотт не имеет доступа к информации обо всех существах в комплексе. Так что... Мы должны продвигаться с большой осторожностью. Это вроде и так понятно. АПО-3 Хьюстон. Да, совсем не сложно. З-9 Виллоу. Ладно, так а что это за маршрут? Т-5 ОНРУ проецирует топологическую карту. Наши сущности перемещаются там и вот тут. Наибольшие сложности, которые мы встретим, это пространственные искажения на нижних уровнях комплекса. По предложению доктора Скотта и капитана Холлеса, сначала наш путь пройдет через вот эту секцию. Это там, где находится молотилка. Это устройство и создает искажения. Пока у нас нет возможности полностью отключить устройство без того, чтобы не рисковать собой или жизнями тех, кто наверху. Однако у нас есть возможность частично лишить его питания, чтобы создать стабильный путь наверх по этому маршруту вот тут. З-9 Холлес. Я потерялся вскоре после начала операции и в итоге оказался в этой комнате. Я был атакован множеством существ, которых было сложно воспринимать. Наверное, это какой-то скрытый антимиметический эффект. Мне удалось сбежать от них, но без сомнения они все еще где-то тут. А эта машина потребляет какое-то нереальное количество энергии, источник которой где-то вот тут. И эти существа... Я видел, как они подпитываются от нее, так что... Вот так. А по три Виго. Почему бы нам сначала не отправить вперед группу, чтобы отключить машину, а уже потом встретить ее и двигаться дальше? Т-5 Иранту. У нас нет на это времени. Да и шансы на успех сильно падают, если мы будем разделяться. Когда устройство будет отключено от питания, у нас будет около часа, чтобы выбраться, пока путь безопасен, и питание не будет подано снова. Нам просто нужно прорываться вперед и надеяться, что нам хватит времени. А по три Виго. Ладно, круто. Т-5 Иранту. Вы будете действовать следующим образом. Тау-5 будет занимать позицию впереди, а полу-3 будет занимать правой и левой фланги. Зета-9 будет прикрывать сзади. Наиболее здоровые выжившие будут двигаться в задней части отряда, а раненые будут находиться впереди, ближе к Тау-5. В случае, если нас будут окружать или атаковать напрямую, действуем согласно стандартным процедурам взаимодействия групп. Тау-5 берет на себя самых сильных противников. Т-5 Мюнру. Поддерживайте каналы связи. Каналы Тау-5 и командиров имеют приоритет над остальными. Болтайте поменьше, у вас будет много времени на разговоры на поверхности. Зет-9 Холис. Главное это спасти людей и остаться живыми самим. Если вы не в Самсаре, конечно. В этом случае, думаю, вы парни сами знаете, что делаете. Что до нас смертных. Будет не особо хорошо, если эти могучие рейнджеры станут удобрением. Наша удача полностью кончится, если они склеят ласты. Т-5 Ранту. Согласен, все понимают нашу миссию. Все бойцы выражают согласие. Т-5 Ранту. Ну и хорошо. Я займу позицию, нам нужно двигаться быстрее. Собирайте вещи, готовьте гражданских, а мы сразу выдвигаемся. Команда расходится, чтобы занять свои позиции. Выжившие гражданские, которым объяснили суть миссии, занимают свои места в середине построения. З-9 Вилло. Капитан. Главная дверь. Там пиявки лезут из-под двери. З-9 Холлес. Вот говно и Ранту, надо шевелиться. Т-5 Ранту. Согласен, давайте выдвигаться. Мюнру, Нанку, ломайте главную дверь. Целесообразнее будет выйти через боковую. Т-5 Нанку. С радостью. Группа движется через боковую дверь в сторону бокового коридора. Т-5 Нанку и Мюнру остаются позади, чтобы установить заряды взрывчатки по краям двери. Пиявки начинают проделывать себе ходы. Под основанием двери через трещины в стенах. Т-5 отходит от двери и Нанку направляет свой огнемет на пиявок. Т-5 Мюнру. Не сказать, чтобы от этого был толк Нанку. Судя по всему, этих пиявок тут повсюду очень много. Т-5 Нанку. Это меня очень успокаивает. Сжигает пиявок лезущих из стен. Приятное занятие. Мюнру и Нанку быстро двигаются, чтобы догнать группу, которая начала идти по боковому проходу. После того, как они проходят через первую дверь, звучит взрыв. Здание вокруг них трясется. Из группы слышен громкий испуганный крик. Апатрироз. Думаешь, они знают, что мы идем? Т-5 Ранту без сомнения. Группа проходит несколько коридоров в сторону лестничной клетки, иногда останавливаясь, чтобы проверить, нет ли угрозы. Вскоре Т-5 Мюнру приказывает остановиться. Т-5 Мюнру. Моя оптика пищит. Странно. Все отойдите. Я пойду разведаю. Т-5 Мюнру заходит за угол коридора оружия на изготовку. Его оптический имплантант-шифратор подсвечивает опасный мем-агент на стене. В дальнем конце коридора видно гуманоидную сущность, ту самую, что была замечена при исследовании дроном. Она была занята рисованием на стене своим кривым пальцем. Мюнру отправляет изображение сущности Нанку, который остался за углом. Т-5 Мюнру. Стоп. Внезапно сущность поворачивается к Мюнру и Нанку и открывает свой единственный белый глаз, изображение которого сразу блокируется имплантантом-шифратор. Сущность начинает быстрое движение по коридору, сильно меняясь по ходу движения. Сущность становится заметно больше, а его робо вспыхивает изнутри, демонстрируя новые когнитивные угрозы, блокируемые имплантантом-шифратор. Мюнру и Нанку открывают огонь из своего оружия. Пули отбрасывают сущность назад. По всему его телу появилось множество огромных дыр. Мюнру перезаряжается, используя зажигательные патроны и снова стреляет, что приводит к возгоранию существа. После этого сущность начинает безумно царапать стену, по-видимому пытаясь вырыть себе укрытие от огня. Нанку стреляет еще раз, попадая прямо в глаз, что приводит к тому, что сущность валится на пол. Т-5 Иранту, все в порядке? Т-5 Мюнру. Похоже на то, мы... Внезапно коридор начинает сильно трясти. Пол под изувеченным гуманоидом трескается и проваливается, оставляя огромную дыру. В дыре видно длинное, склизкое черное существо с налитыми кровью глазами, с пастью, наполненной рядами длинных острых зубов. Оно прогрызается через пол, и орды мелких пиявок начинают заполнять коридор. Гуманоидная сущность падает в открывшийся провал и летит прямо в пасть существу, который издает громкий крик и пожирает его. Нанку и Мюнру начинают отступать, и длинная влажная змея со множеством придатков вылазит в коридор. Нанку использует свой огнемет снова, защищаясь от ползущих мелких пиявок. З-9 холит, что происходит? Т-5 Нанку, нам нужно найти другой путь быстро. Т-5 Ранту, следуйте за мной. Группа проходит через разрушенный коридор, пока Мюнру и Нанку ведут огонь. Они проходят через казармы охраны и выходят в технические помещения. Т-5 Онру, вон там, мы можем пройти там в сторону машины. Т-5 Мюнру, мы идем прямо за тобой, и я начинаю думать, что существо куда больше, чем мы думали. Т-5 Ранту. Онру, занимай позицию в группе, мы выдвигаемся. Группа движется по большому техническому коридору. Коридор поворачивает налево, переходя в большое помещение с загрузочным оборудованием и машинами. Несколько больших загрузочных доков видны в конце помещения. Каждый из них разбит и уничтожен. З-9 Холис. Иранту, тут и стен течет, мы не сможем остаться тут долго. Т-5 Иранту. Один момент, Мюнру. Нанку, ты далеко? Тишина. Т-5 Иранту. Мюнру. Нанку, пожалуйста, ответьте. Т-5 Мюнру. Иранту. Нанку поврежден. У нас нет возможности. Воссоединиться с вами немедленно. Онру, сообщите нам, где вы находитесь, и мы дадим вам знать, когда мы сможем встретиться. Т-5 Иранку. Понял. Группа движется в дальний конец складского помещения, где проходит через пару дверей, ведущих в комнату отдыха. Черная жидкость копыт со стен. Группа была вынуждена сделать остановку, чтобы перевязать раненого, раны которого снова начали кровоточить. После того, как раздался громкий царапающий звук, группа продолжила движение. Они вошли в другой коридор, ведущий в направлении крыла с молотилкой. Когда они проходили через зал, Онру услышала отдаленный звук. Т-5 Иранту. Крылатая. Т-5 Иранту. Как много? Т-5 Иранту. Много. Больше, чем я могу сосчитать. Они очень маленькие, но их много. З-9 Холлес. Еще что-то есть полезная и сильная женщина? Т-5 Онру. Тикающий звук. Как кристалл об кристалл. А по три роз. Ебать, кристальные бабочки. Должно быть они. Они нас порежут. Т-5 Иранту. Не похоже. Группа движется к источнику звука, который становится все громче, пока не перерастает в какафонию, исходящую сверху. А по три Хьюстон. Боже, откуда это? А по три роз. Спокойно. Спок. Т-5 Онру. Иранту. Вентиляция. Решетка вентиляции падает прямо перед ними, и облако блестящих кристальных бабочек заполняет коридор. Иранту видит бабочек и поворачивается к группе. Т-5 Иранту. Все ложитесь, пожалуйста. После того, как группа падает на землю, Иранту бежит в облако бабочек. Вскоре он пропадает. Через пару моментов появляется струя пламени, которая идет в вентиляцию. Слышен звук крошащихся кристаллов. После того, как дым рассеивается, Иранту снова появляется в поле зрения. Большая часть его плоти изрезана крыльями бабочек, И все его тело опылено. Целые куски плоти свисают с него. Кожа на его спине сгорела, И различные металлические импланты видны через обугленное туловище. Онру встает и подходит к нему. Т-5 Онру. Ты можешь двигаться дальше? Т-5 Иранту. Конечно. А Патрих Юстон. Боже, мужик, ты в порядке? Т-5 Иранту. А что такого? Группа движется через очередной коридор, Сочащийся черной жидкостью. Затем через другой. Однако третий коридор оказывается чист и относительно не тронут. Группа поднялась по небольшой лестнице, И затем дошла до мощной гермодвери. З-9 Холлес. Машина за этой дверью. Я пришел сюда этим путем. Но дверь закрылась за мной. Я не знаю, как ее открыть. Т-5 Иранту. Доктор Скотт, вы знаете, как открыть эту дверь? Доктор Мохаммед Скотт. Слышен через микрофон З-9 Холлес. Нет, у меня никогда не было доступа в это помещение. Т-5 Онру. Вот бы Мюнру был тут. Я думаю, я не смогу открыть дверь. Внезапно раздался громкий щелчок. Дверь перед ними медленно открылась. Прямо за дверью работал монитор, который освещал темную комнату. В другой стороне комнаты, скрытая в тенях, Раскачивалась непонятная гуманоидная сущность. Резкий звук цифровых помех, напоминающий чем-то смех, Был слышен из незаметной колонки. Монитор выключился. Апатрирос. Это тот объебанный клоун. Т-5 Ранту. Давайте быстрее. Группа вошла в помещение впереди. Комната была очень темной, со множеством тусклых зеленых огоньков в стенах. Если судить по их светимости и расстоянию друг от друга, Комната должна иметь несколько сотен метров в диаметре. В другом конце комнаты видна башня из зеленых огоньков. З-9 Холлес. Эй, могучие рейнджеры. Вы можете что-то тут видеть? У вас же есть способность видеть в темноте. Мой визор не работает. Т-5 Ранту. Мне, Онру, пришлось выбросить наши имплантанты, После того, как они были поражены сильной меметической сущностью. Апатрирос. Мой визор работает. Подожди. Вот так. Значит, тут какая-то машина рядом с другим концом комнаты под этими огоньками. Я не особо могу отсюда понять. Но она там. Я не вижу. Вот дерьмо. Да, я вижу. На потолке. Там. Бля, полно этих хреновин. З-9 Холлес. Кого? Апатрирос. Шепчет. Я честно не знаю. Я не могу разглядеть их. Они точно как-то ебут восприятие? Я. Я не думаю, что они видели нас. Если серьезно, там может быть пять сотен этих штук. Т-5 Ранту. Это больше, чем Онру и я можем вынести. Нам нужно принять решение. Или попытаться отключить машину, не привлекая внимания существ. Или найти способ обрать тварей. Я, конечно, жду ваших идей. Апатривиго. Я хочу сказать, мы можем их взорвать. У Хьюстона есть взрывчатка. Так мы можем разобраться сразу с большим их числом. З-9 Морос. Погоди, они кормятся от энергет и штуки, не так ли? Почему бы не попробовать переключить энергию от этой машины к каким-то ненужным системам? Чем мы их шокируем? Это такой маневр, прямо как увернуться от комара, когда он хочет тебя укусить. Т-5 Онру. Может, но скорее всего. Внезапно под комнатой начинается движение. Слева от группы, примерно в 100 метрах, случился взрыв, и стена начала обрушаться. Из-за стены начал высовываться склизкий черный придаток, покрытый глазами. Глаза одновременно открылись. Апатрих Юстон. Ебать. Слышен скребущий звук. Сверху с потолка начали падать сотни маленьких, малозаметных сущностей. Черная сущность в тене начала бросаться на мелкие сущности, пытаясь затолкать их себе в рот. Существа летят на черную сущность и начинают рвать ее когтями. Многие из них попадают прямо в пасть существу. Т-5 Иранту. Ага. Это сработало. Онру, давай двигайся к машине. Все остальные вернитесь в коридор, у нас не будет очень много времени. Группа отступает в коридор перед большой комнатой. Онру пробегает по комнате, пока все больше мелких сущностей падает с потолка и атакует существо. Некоторые из них начинают двигаться к Онру, только чтобы быть размазанными огнем оружия Иранту. Когда она достигает панели управления, Онру вводит данные, полученные ей от членов команды доктора Скотта. В комнате загораются огни, освещая огромную, крайне сложную машину, которая занимает всю другую сторону помещения. Все больше сущностей отделяется от стены и движется к Онру, которая медлит открыть огонь по тем, что подобрались близко. Из-под комнаты исходит еще одно шевеление. Пол в центре комнаты начинает проваливаться. Другая длинная черная сущность выползает из дыры в полу. Длинные усики тянутся к Онру. Из-за спины Иранту летят пули. Вся группа АП-3 выходит из-за двери и начинает расстреливать сущность. Монстр отшатнулся. Черная жидкость выливается из пулевых ран. Усики устремляются к бойцам, захватывая АП-3 Вига и поднимая его в воздух. Его ударяет об стену и его тело падает на пол, где первая сущность хватает его и заталкивает в рот. Внезапно мелкие черные пиявки начали просачиваться через дыры в полу и быстро двигаться к Иранту. Хьюстон и Ахала открыли по ним огонь. Роз движется к Иранту, чтобы вытащить его из дыры. Когда он заканчивает с этим, он запускает зажигательную гранату в дыру и бросает Иранту на пол. Звучит взрыв. Пламя извергается из черной сущности, которая падает назад, прежде чем провалиться в дыру. Из глубины под ними группа услышала громкий крик. Внезапно вся комната затряслась. Другая черная сущность втянулась в свою дыру, разрушая стену за собой. С оставшимися существами из потолка разбирается группа АП-3 и З-9. Когда они заканчивают, комната начинает трястись сильнее. Некоторые огни, присоединенные к машине, начинают мерцать и затем тускнеют. Звук чего-то снижающего обороты слышен на фоне выстрелов. АП-3 Роз. Бля, черт возьми, Вига, бля. Т-5 Онру подходит к нему с другого конца комнаты. Т-5 Онру. Потери Вига расстраивает. Я извиняюсь. Но у нас нет времени, чтобы еще устраивать траур. Нам нужно идти. Онру, Роз, Хьюстон, Ахала и Ранта вышли из помещения. Вибрация под ногами усиливалась. Хаотичные скребущиеся звуки перекрывали шум машины в той части сооружения. Они дошли до лестничной клетки. Хьюстон выбил дверь. АП-3 Хьюстон. Е-бать, чё? Т-5 Ранта. Что там такое? АП-3 Хьюстон. Тут ничего нет. Дверь открывается в... Ничего. Тут просто тьма, насколько я могу видеть. Т-5 Онру. Похоже, что отключение молотилки изменило пространство на маршруте эвакуации. Но нам нужно будет придумать другой путь на поверхность. Т-5 Ранту. Да, один момент. Мюндру, ты где? Т-5 Мюндру. Сложно сказать, к сожалению. Ты обесточил машину? Т-5 Ранту. Мы только что сделали это. Т-5 Мюндру. Слаженно работаем. Нас преследовало существо. Затем там, где было существо, появилась стена. Местная топография, похоже, как-то сбросилась. Т-5 Ранту. Оставайтесь на месте, мы идем вас искать. Начинаем нашу эвакуацию. Т-5 Мюндру. Замечательно. Основная группа покидает пустую лестничную клетку и возвращается в коридор, к которому она пришла. Пройдя мимо прохода к молотилке, она повернула и начала подниматься по другой лестнице. Когда все достигли верха, Иранту остановился. Коридор перед ними был заполнен водой по щиколотку. Когда группа начала движение по воде, один из исследователей позади закричал. Т-5 Ранту. Что такое? Исследователь. Тела. Смотри. Под поверхностью воды был виден бледный человек. Казалось, что он плавает примерно на глубине в полметра. Т-5 Ранту. Не смотри на него, ты не узнаешь его. Двигайся быстрее, давай. Группа движется по коридору к другим дверям, где была надпись на стене, что случилось в зоне 13. Причем слово «что» перекрыто словом «Эмерсон» и словами «стал нечестивым» под ними. Группа продвигается без инцидентов еще немного, медленно поднимаясь по мере нахождения безопасных путей. Примерно через 9 минут путешествия группа входит в большой автоматизированный гараж, где находились различные устройства в разной степени ремонта. Группа остановилась, чтобы помочь одному из раненых, пока Онру пытался проложить дальнейший путь. Внезапно прозвучал громкий хлопающий звук, и одно из устройств прилетело по комнате, чуть не попав по Апатриросу, который закричал «Апатрирос». Вау, ебать, откуда оно прилетело? В углу комнаты находилась куча механических деталей, которая, кажется, двигалась, поднималась и собиралась в подобие человека. К верхней части конструкции присоединился грубо сделанный робот. Сущность начала движение к ним, при этом был слышен непонятно откуда идущий голос со стороны сущности. Механическая сущность. Глубокий смех. «Я переродился, чтобы вдохнуть разрушение в эту гнилую землю. Жалкие людишки. Вас больно ужалит мое бесконечное мучение в этой тьме». Маленький робот на вершине конструкции быстро машет руками. «Т-5 Иранту. Это нервирует. Онру, давай, выводи людей. Ко мне. Механическая сущность». «Я оглашатый твоего разрушения. Объятие смерти». «Т-5 Иранту, Апатрирос, Хьюстон и Ахала открыли огонь по сущности без особого результата. Сущность подняла очередной кусок металлолома и метнула его в сторону группы. Сильно промахнувшись, Ахала бросает осколочную гранату в сущность, которую та поймала вытянутой рукой. Граната взорвалась, изрешетив руку и заставив сущность отшатнуться. Механическая сущность. «Как ты посмел? Я растопчу тебя как...» Т-5 Онру побежала в сторону сущности. Приблизившись к ней, она подпрыгнула, перелетая сущность по высокой дуге. На вершине своей траектории она схватила и оторвала маленького робота от сущности, от чего та развалилась. Когда она приземлилась, она бросила робота в стену. Робот. «Нет, я предвестник. Я...» Игрушечный робот ударяется об стену и разбивается. Т-5 Мюнру. «Иранту, это ты? Мы только что слышали грохот, как будто что-то развалилось. Т-5 Ранту. «Вы должно быть близко. Оставайтесь где вы есть. Мы идем». Группа выходит из гаража и движется в сторону Атриума. Из-за угла появилась Т-5 Мюнру и Нанку. Мюнру, похоже, получил ожоги нижней части тела, но в целом невредим. Нанку потеряла нижнюю часть челюсти, черная субстанция покрывала переднюю часть ее костюма. Она машет оставшейся рукой, чтобы привлечь внимание. Т-5 Мюнру. «Нормально выглядишь». Т-5 Мюнру. «Предполагаю, что боевой дух группы поднялся, когда Нанку потеряла возможность говорить». Т-5 Мюнру направляет на Мюнру ее огнемет, по всей видимости забыв, что она потеряла руку с его стороны. Поняв это, она делает неприличный жест, показывая на Мюнру оставшейся рукой. Т-9 Холлес. «Это милое воссоединение, но давайте вернемся ко всему дерьму. Как далеко мы от входа?» Т-5 Мюнру. «Это главный атриум. Если будем следовать по коридору, он выведет нас к станции переработки. Пройдя через нее, мы сможем выбраться на поверхность». Т-9 Холлес. «Занимательно. Давайте тогда двигаться и...» Снизу раздается громкий звук, обрушение и крик. Пол под группой начинает прогибаться. З-9 Холлес. «Ябать, бежим». Группа бежит по коридору, который обозначил Мюнру, но останавливается, когда полы там рушатся. Клубы дыма вырываются из разрушенного пола. Один из исследователей падает на пол и соскальзывает в появившуюся дыру. Т-5 Онру выводит группу из атриумы, перед тем, как пол там обрушается окончательно. Иранту останавливается, чтобы заглянуть в дыру. Под полом оказывается огромное помещение на вид, проделанное через десятки слоев подземных этажей. Внутри помещения видно множество маленьких огоньков. На самом дне черная масса с несколькими другими черными сущностями, выходящими из нее. Когда Иранту начал отходить, он заметил красные глаза, открывшиеся по всей поверхности массы, и услышал еще больше криков. Группа бежит в боковой коридор. Теперь ее преследуют длинные черные усики, выходящие из дыры. Аппо Трирос и Хьюстон открывают огонь по усикам, моментально их останавливая. Но они быстро заменяются новыми. З-9 Морос, похоже, подскользнулся в лужи черной жижи и падает, чтобы быть сожранным концом одного из усиков. Раздаются звуки ломаемого металла, камней и бетона. Конструкция вокруг тяжело вздымается. Черные пиявки начинают вылезать из стен вокруг. Нанку начинает атаковать их из огнемета. Группа заходит за угол и встречает там тупик. Поворачивает назад и натыкается на новый усик, который пробивается через стену. Аппатриахала. Вот дерьмо, мы в ловушке. Вот и все, вот и все, вот дерьмо. Т-5 Иранту. Онру, нам нужно выбираться. Т-5 Онру. Я... у меня трудности. Я... З-9 Холис. Подожди, подожди, у меня мысль. Мне кажется, я знаю, где мы. У меня мысль. Давайте, долб... бы не умирать тут. Группа быстро движется за Холис, которая вбежала на лестничную клетку. Холис бросает зажигательную гранату в сторону догоняющих усиков и закрывает за всеми дверь. Перед тем, как та взрывается. Крики снизу усиливаются, пока они спускаются по лестницам. Лестничная клетка начинает дрожать. Всюду появляются дыры. Из них лезет еще больше пиявок. Из стен также вылазят новые усики. И все члены отряда начинают стрельбу. Когда группа доходит до низа лестничной клетки, Холис указывает группе на дверь. З-9 Холис. Туда, в нее. Пошли, пошли, пошли. Группа выходит в коридор и пробегает его до конца. В конце они проходят мимо указателя. Лестница в криокамеру. Мюнру замечает это, когда проходит мимо. Т-5 Мюнру. Капитан Холис, что ты делаешь? З-9 Холис. Тебе надо просто довериться мне, Синий Рейнджер. Я уже давно таким занимаюсь. Т-5 Мюнру. Я... Ладно, окей, думаю, все сработает. Группа выходит из коридора на большую смотровую площадку, проходя множество усиленных от взрыва окон. Группа останавливается напротив одного из них. Перед ним открывается вид на огромную камеру с массивными дверьми. Сверху написаны слова «Тесты класса Олимпия». Т-5 Ранту. Холис, что у тебя на уме? З-9 Холис. Считай это предчувствие, нам нужно вниз. Пошли. Группа бежит вниз по лестнице, в конце комнаты быстро спускаясь к нижнему уровню этого крыла. Когда они достигают полукамеры содержания класса Олимпия, стена перед ними начала выгибаться. Из нее начали вываливаться пиявки. З-9 Холис. Розовый Рейнджер. Панели вон там, надо открыть дверь. Т-5 Онру. Чё, что? З-9 Холис. Я сказал, открой эту долбанную дверь. Быстро. Чё ты, блядь, ждёшь? Давай. Т-5 Онру бежит к контрольной панели, стоящей у высокой металлической двери. Стена позади них продолжает выгибаться. З-9 Холис. Мюнру, вот это, вот эту тоже открой. Т-5 Мюнру. Да, так точно. Т-5 Мюнру пытается получить доступ к управлению дверью. З-9 Холис поворачивается к группе. Все остальные слушайте меня. Вы, гражданские, должны двигаться в конец комнаты, прямо туда, где она заканчивается. Просто бегите. Там будет проход в электростанцию, которая над этой частью комплекса. Вам надо будет просто подниматься, пока туда не попадёте. Когда окажетесь там, вам надо подорвать стену. И вы выбрались. Но вам нужно торопиться, скоро вся херня рассыпется в конец. Роз, ты и твои парни? Просто расстреливайте всё, что лезет из стены. Я скажу, когда можно выходить. Иранту, оставайся со мной. Это всё будет жёстко. Ты опять Иранту. Понятно. З-9 Холис. Ладно. Пошли, блядь, вперёд. Группа бежит вдоль помещения, прочь от выгибающейся стены. Сама стена за ними, наконец, лопается и образует проход. Гигантская чёрная склизкая сущность просачивается в помещение. Её высота минимум 200 метров. Она покрыта чёрными усиками и тёмно-красными глазами. Когда она видит группу, она открывает пасть, наполненную рядами жёлтых зубов. В центре этого рта находится голая женщина, которая соединена с существом подобием языка. Когда рот открывается, оттуда раздаётся пронзительный крик. Существо начинает двигаться к группе. Все члены отрядов МОК открывают огонь по сущности, опустошая свои магазины и бросая все имеющиеся зажигательные гранаты в неё. Это несколько сдерживает сущность. Каждое место, где она пробита пулями, начинает источать чёрную жидкостью новых пиявок. Несколько длинных усиков начинают тянуться к бойцам МОК. Т-5 Онру. Я сделала это. Я сделала это, капитан Холлес. З-9 Холлес. Давай тогда, девочка, открывай ебаную хрень. Т-5 Онру отходит от панели управления и бежит в сторону группы в середину помещения. В то же время за ней раздаётся громкий стон. Вся остальная группа видит, как огромная дверь начинает открываться. Плотное холодное облако вырывается из следующего помещения, мешая рассмотреть его интерьер. Апо Трирос. Что там? З-9 Холлес. Мюнру, ты закончил со своим делом? Т-5 Мюнру. Подожди. Ага, я думаю, вот так сработает. Внезапно дверь позади Мюнру начала светиться ярким красным светом. Затем белым. Затем центр двери прогнулся и она развалилась. Сразу как Мюнру поспешил отбежать, огромная огненная сущность, пылающий гуманоид, выплыла из камеры. В его неподвижных руках был меч. Когда он вышел из разрушенной двери, за его спиной расправились огромные крылья. Чёрная сущность закричала, её усики устремились к новому существу. Когда усики подходят ближе, длинные полосы огня из меча устремляются к ним. Разрывая их, раскидывая чёрную жидкость и пиявок по всей комнате. Огромный чёрный монстр кричит и выпускает дюжину новых усиков к существу. Когда два из них приближаются, раздаётся новый звук, похожий на долгий вой. Затем внезапно в комнате становится тихо. Из холодной туманной комнаты в главную камеру выходит высокое, напоминающее оленье существо. Оно состоит из тела, покрытого светло-зелёными волосами. Длинной тонкой шеи, которая заканчивается лишённым волос, похожим на человеческое лицом. С огромными переплетёнными чёрными и белыми рогами, пульсирующими синим светом. Над его головой летают девять колец, вращаются кристаллы и металлические сферы. Существо медленно покидает свою камеру содержания и поворачивается, чтобы посмотреть на группу на земле. Оно открывает рот и раздаётся протяжный гудящий звук, разносящийся по комнате. Вокруг его тела с треском появляются несколько металлических цилиндров. Оно начинает двигаться к группам МОК, но останавливается, так как три чёрных усика обвиваются вокруг его шеи. Существо выпускает ещё один дрон. Внезапно другие звуки возвращаются в камеру, когда длинные дуги огня пересекают помещение. Цилиндрические конструкции поворачиваются и несутся через комнату к чёрному существу, ударяясь в его центральную часть. Из-за линии подобные сущности появляется всё больше металлических сфер. Они летят как к чёрной сущности, так и к огненной, которые начинают атаковать друг друга. Зад-9 Холлес. Да, п***, делай их, большой парень, обращаясь к группе. Время бежать, дети пошли. Группа МОК начинает бежать за гражданскими в сторону стены. Потоки огня ударяли вокруг них. В плечо Т-5 Нанку попадает оторванный горящий усик, сбивая её с ног. Она падает на землю. Её оружие произвольно стреляет, и она сама охвачена пламенем. Апатрик Юстон замешкался, смотря на неё. Но его схватил Ранту. Т-5 Ранту. У нас нет времени. Когда они приблизились к группе выживших, которые собрались у двери в конце помещения, раздался звук обрушения. Все обернулись, чтобы увидеть, как оленеподобная сущность встаёт после того, как её швырнули через всю комнату. Чёрная сущность продолжает наносить их лёсткие удары. Под градом сфер и дуг огня. В то же время усики пытаются затолкать пламенную сущность в огромный рот, но та отвечает извержением пламени. Группа МОК достигает выживших и быстро покидает помещение через дверь. Все начинают быстро подниматься по лестнице, что там оказывается. Зоддевять Холлес. Ладно, как я и говорил, наверх. Нам надо наверх. Длинный металлический цилиндр вламывается на лестничную клетку через стену, едва промахиваясь в одного из исследователей и доктора Скотта. Второй цилиндр влетает через стену, попадая в Ранту и уничтожая его ударом о противоположную стену. Группа продолжает подниматься. Тем временем огонь начинает заполнять лестничную клетку снизу. Слышен новый громкий гудящий звук, после которого последовала тишина, за которой уже раздался мощный разрывающий звук, от чего затрясся весь комплекс. Группа достигла конца лестницы и начала движение к другой лестничной клетке в конце коридора. Зоддевять Холлес остался позади. Т5 Мюнру, что ты делаешь? Зоддевять Холлес, даю тебе чуток больше времени. И что-то еще я думаю. Выводи этих людей отсюда, иди. Т5 Мюнру, я могу остаться позади, Холлес, тебе тут конец настанет. Зоддевять Холлес, да-да, я тебя услышал, но теперь тебе надо вывести этих людей отсюда. Дай мне сделать мои дела, хорошо? Потом увидимся. Т5 Мюнру, я понял, круто выглядишь, Холлес. Зоддевять Холлес, смеется. Это сейчас прозвучало, как будто ты настоящий человек, Мюнру. Зоддевять Холлес убегает от группы. Т5 Мюнру собирает всех, кто достиг лестницы, и они начинают подниматься. Следующие 10 минут группа поднимается по комплексу, несколько раз обходя завалы и осыпающиеся конструкции. Ведь нижние уровни продолжают разрушаться. Звуки сущностей позади все еще слышны. Несколько раз их было даже видно через дыры в стенах и потолках. В какой-то момент Апатрирос замечает неподвижного горящего гуманоида, почти полностью покрытого металлом. Длинные языки пламени вырывались из соединения его брони. После этого происходит обрыв видеопотока на 2 минуты. Потом появляется кадр головы оленя подобного существа прямо перед группой. После того, как они побежали от нее, голова начала преследование. Двое ученых сразу превратились в шестиугольные колонны из неизвестного желто-зеленого материала. Через неопределенное время Апатрирос ловит сигнал от командования зоны. Командование зоны. Лидер группы. Это командование зоны. Вы нас слышите? Апатрирос. Да, слышу. Вы меня слышите? Командование зоны. Слышим. Вы появились на наших геолокационных системах. Рос. Вы недалеко от выхода. Где капитан Холис и Иранту? Апатрирос. Иранту мертв. Холис, она убежала недавно. Мы не видели ее с тех пор. Командование зоны. Принято. А что с остальными? Апатрирос. Мы понесли некоторые потери. Некоторые. Ебать. Мы потеряли нескольких гражданских. Виго и некоторых других. Тут реально все плохо, командир. Нам нужна любая помощь, которая возможна. Мы. Мюнру. А где Онру? Т5 Мюнру. Она. Ох, она была за нами. Где она? Командование зоны. Не беспокойтесь об этом. Мы отметим точку эвакуации на ваших визорах. Команда эвакуации ждет вас там. Мы собираемся вытащить вас. Группа торопится попасть к точке эвакуации, пока комплекс рассыпается вокруг них. Воздушное наблюдение с высоты снимает, как большие части комплекса расползают под землю. Из электростанции и других ближайших сооружений начинает валить дым. Когда земля уходит из-под SCP-1730, становятся видны потоки пламени. МОК Альфа-20, святые ныряльщики, заходят на место со стороны рушащейся электростанции. Появляется группа выживших, которая без промедления движется к точке эвакуации. Затем уводятся в сторону от зоны членами МОК Альфа-20. После того, как все члены МОК отходят от станции, командование зоны улавливает отдельный сигнал Т5 Онру. Т5 Онру и Зат-9 Холис стоят напротив устройства молотилка, который рыча работает за ними. Они стреляют из своего оружия в наступающую черную массу, которые пронзают полосы огня. На фоне можно увидеть, как олениобразная сущность прорывается через усики своими рогами, и длинные стержни из пылающего металла вонзаются в черную сущность. Холис поворачивается в сторону камеры и заметно смеется, стреляя из своего оружия без разбору. Она сняла свой шлем. Гул машины за ними становится заметно громче, заглушая все другие звуки в комнате. Несколько электрических арок вспыхивают под потолком над ними. Она продолжает улыбаться и поворачивается к Онру, который смотрит вниз на свой уничтоженный потоком пламени торс. Когда Онру резко падает в сторону, Зат-9 Холис делает последние выстрелы, истерично смеясь и беспорядочно расстреливая огромную машину за ней, которая начинает светиться ярким белым светом. Происходит вспышка и передача прекращается. Снаружи, где МОК-20 продолжил перемещать исследователей и персонал 1730 в безопасное место, послышался оглушительный треск и стал слышен громкий гул. Местность вокруг зоны начала заметно искажаться, так как будто все было видно через воду. Внезапно SCP-1730 исчез. На его месте образовался кратер более 1 км в диаметре. Никакие передачи от зоны больше не поступали. Никакой аномальной активности более не обнаруживалось. Конец записи. Примечание. После событий, описанных в этом файле, SCP-1730 был классифицирован как нейтрализованный. Продолжается дальнейшее расследование. Отчета будет появляться по мере рассекречивания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...